Добрый линейдж 2 Прав тот, кто называет группировку Монолит самым загадочным формированием в мире аномальной ЧЗО Мы не знаем, откуда они взялись и не знаем, что с ними будет после событий Зова Припяти Но это не беда, когда есть ржавые вагоны, тележка, дизайн документов и билдов по Сталкеру И в этом ролике мы окунемся во все это сокровище и рассмотрим историю создания, а также всех метаморфоз, группировки, названной в честь объекта ее поклонения Группировка Монолитовцев была придумана в 2002 году, во время разработки Сталкера Обливиан Лост В документе, обозначенном как Задание 5, имеются самые первые имеющиеся у нас упоминания этой группировки Первая относится к локации Янтарь, причем старого варианта, где еще имелось само озеро, хоть и измельчавшее Марионетки создания в тумане Группа защитников Монолита считает, что он находится посередине озера Они контролируются созданием в тумане Когда группа Сталкеров решится исследовать озеро, защитники Монолита нападут на них Когда в зоне появятся пси-стабилизаторы, последователи Монолита будут уничтожать всех с пси-стабилизаторами Кроме того, говорить о том, что стабилизаторы контролируют своих владельцев Упоминаемое создание в тумане – это прообраз мозга в Колбе, находящегося в релизе в Х-16 Подробнее о нем поговорим в другой раз Пока же вы должны знать, что это точно такой же результат эксперимента, берущий под пси-контроль всех забредших на его территорию И по сюжету 2002 года, Монолитовцы были зомбированы именно этим созданием Дальше они упоминаются при описании неизвестного города Это прообраз мертвого города, который находится как раз в северне Янтаря На тот момент он был населен паразитами, но как выяснилось, в нем мы могли встретить и Монолитовцев Уровень 8 – неизвестный город Найти секретное место встречи группы Монолита в подвальном помещении с выходом к болотам Стать сталкером Монолита или противостоять группе Монолита Группа сталкеров верит, что в центре зоны лежит неземной эволюционный модуль «Кристалл Монолит» Группа препятствует продвижению сталкеров к центру зоны, мотивируя это возможностью повредить, а то и разрушить Монолит Вот что говорит один сталкер-ветеран в баре «Сталкер» Верящие в Монолит психи, они кричат о нем, но никто не знает, что находится в центре зоны Невидимый кристалл, упавший с небес, ха-ха Я думаю, это рванула одна из секретных лабораторий И последний подпункт в описании группировки Часть группы Монолит подверглась зомбированию во время исследования озера Янтарь То есть эта информация дублирует то, что мы узнали выше Из всего этого фрагмента окончательно становится понятно, что по самому первому концепту Группировка возникла не в результате зомбирования Она сформировалась из вполне сознательных граждан, которым не иначе попался еще более ранний диздок Обливиона Из него они узнали, что Монолит это космический эволюционный модуль и принялись ему поклоняться То есть шутка, конечно, но суть надеюсь вы уловили Монолит на данном этапе уже не был эволюционным модулем, а был иллюзией от псиустановки Но предыдущий концепт этой каменюки переработали в регенду, на которой базируется вера монолитовцев Таким образом, изначально монолитовцы были сообществом сталкеров-фанатов космической Одиссеи Которых только после зомбировало создание в тумане И то не всех членов группировки, а только тех, что находятся на Янтаре На ЧАЭС фанатичные ребятки отсутствовали В описании этой локации говорится только о неких необычайно опасных фантомах То есть финальные локации на тот момент явно планировалось создать как околохоррорные А не как ураганный экшен против топ-фанатиков из релиза Поражает и то, что часть группировки, обитающая в неизвестном городе, могла принять нас в свои ряды Но никаких заданий за эту группировку в диздоках не описано Поэтому становится ясно, что данную возможность разработчики ещё слабо представляли А потому в итоге от неё и отказались Небольшое отступление Выглядели монолитовцы на тот момент вот так После комбеза бойцов стали темнее Впервые из всех сборок, которые у нас имеются, текстура монолитовца встречается в 1230 билде от 2002 года А вот для сравнения текстуры 2004 года из билда 1964 Стандартная физиономия здесь заменилась на безумные глаза А в 2006 на комбезе появились те самые бело-серые вставки, сохранившиеся до релиза И вполне возможно, эти изменения были проведены под впечатлением от Half-Life, где такой камуфляж имеют бойцы, зачищающие комплекс черной мезы Это только предположение, но на мой взгляд оно заслуживает внимания Возвращаемся в 2002 В документе с сюжетом игры монолитовцы на Янтарье названы обезумевшими Бойцы близ города также упоминаются Игрок становится участником конфликта группировки Долга и Монолита Фанатики последней устроили игроку западню, из которой он с трудом выбрался Встречал их игрок в том случае, если соглашался помочь бойцам Долга зачистить неизвестный город от паразитов 2003-му монолитовцы наконец-то перекочевали в Припять О чем говорится в Stalker Techno 2 Но на ЧС их все еще не было А в сценарии Elements они описаны как Характер беспринципно нейтральный, принимает беспринципно нейтральных и злых То есть группировка не то чтобы дружелюбная, но гораздо более нейтральная, чем в релизном варианте Так здесь упоминается, что уничтожают они только тех сталкеров, которые слишком много всего прознали Про лабораторий и монолит Вероятно, это связано с тем, что роль зомбированной группировки абсолютно безумных сектантов была уже занята Ее на себя брала группировка Грех Зомбированная группировка сталкеров Когда-то члены этой группировки были религиозными фанатиками Которые верили в божественную сущность зоны, в последнее искупление человечества Цель собрать ключевую информацию Тех, кто что-то знает о документах, уничтожить О том, что монолитовцы были не такими лютыми фанатиками, как греховцы Прямо говорит и документ 2004 года По которому за каждый ПДА убитого монолитовца Долг платил бы нам 1000 рублей А за ПДА греховцев по 2000 Правда, непонятно, откуда у таких безумных оборванцев вообще возьмутся ПДА В том же 2004-м у группировки появился Шеврон Вам наверняка более знаком его второй вариант А лидер группировки на тот момент имел уникальную внешность Которая позже пришла генералу Воронину А сам лидер, это Харлон Как известно, в релизе уникальной внешности в итоге не имеет К 2005 году, когда игра из Обливин Лоста превратилась в полноценную тень Чернобыля Монолитовцы наконец-то стали полными неадекватами Какими мы всех и знаем Вот фрагмент из документа общей идеи сюжета, описывающей группу осознания Группа осознания оказывает пси-влияние на руководство государства Целью предотвращения массированных атак с использованием армии на центр зоны Что может привести к разрушению генераторов, которые все-таки дают шанс вернуть все на круги своя Здесь имеется в виду попытка сдержать поток ноосферы Которые, вырываясь наружу, имеют разрушительное действие Из людей, дошедших до центра зоны и попавших под действие Монолита, формируют либо отряды зомби-защитников, либо стирают память и выводят подальше от центра зоны Или отправляют самых выносливых для устранения неживательных людей, как в зоне, так и за ее пределами Эта процедура тотального зомбирования имеет кодовое название «Сталкер» То есть, по данному концепту, группировка Монолит уже стала полностью рукотворной И впервые ее бойцы встречались нам не на Янтаре, а в темной долине Долина – место, куда вывозят самых стойких и зомбированных сталкеров у Монолита Сюда едут грузовики смерти Здесь самые легкие выходы из зоны во внешний мир И именно сюда осознание отправляет своих ассасинов и исполнителей для работы во внешнем мире Их прикрывают Монолитовцы и бандиты Бандиты при своей понятийности на самом деле куплены или частично зомбированы проектом А именно их руководство и Костяк Костяк – это бандиты-ветераны в кожаных плащах В темной долине база бандитов И в темной долине были разработаны узловые части установок Касьянова, зомбирующие антенны А также блоки для генераторов осознания Лаборатория охраняется Монолитом Дальше пожелания к заполнению уровня Необходимы грузовики и трупы, много В ПДА разное задание – убить в Киеве Ющенко, Комарова, Сидорова и т.д. На сгнивших ничего нет Признаться, не знаю, что меня в этом фрагменте радует больше Задание – убить Ющенко Или факт того, что паханы-то ходят под осознанием Но это ещё не всё Так как в качестве одной из идей планировался ввод в игру бандюков-псиоников Идея – наделить бандитов-ветеранов в плащах эффектом сбивания оружия Они получили это свойство взамен за охрану тайны зоны Какое счастье, что это только идея на бумаге Ну то есть, идея в ворде Итак, теперь мы знаем, что вообще бандюки забыли в Тёмной долине Потому что, признаться, в релизной версии Реально удивляет наличие всякой шпаны На локации с таким жутким названием, как Тёмная долина То есть их присутствие на кордоне и свалке вполне оправдано Сидят себе на периферии, обдирают сталкеров и вглубь не лезут А тут целая группировка ворова в долине А по данному концепту бандиты находились в мире с монолитовцами И вместе они охраняли лабу Х-18 Чтобы в неё попасть, нам нужно было одеться как бандит И узнать пароль для прохода внутрь Также цитирую «Можем пообщаться в первый и последний раз с монолитовцами в чужой личине» Если кто играл в лост Альфу, то там как раз придерживались такого наполнения Тёмной долины Вступить в монолитовцы по данному концепту мы больше не могли Но рандомных новичков группировка всё ещё принимала в свои ряды В документе общей идеи уровней сказано Встреченный сталкер может рассказать, что собирается попробовать вступить в монолит Говорят, они имеют доступ к самому исполнителю желаний Но нужно заслужиться у них до ветерана Там же говорится о том, что монолитовца оккупировали не только Припять, но теперь и ЧАЭС Но вообще разработчики не раз и не два меняли места обитания группировки Так в документе рекомендации по заполнению уровней того же 2005 года Монолитовцы и вовсе упоминаются только в подземных лабораториях Итак, создание группировки Монолит прошло несколько стадий Сперва они были придуманы как самостоятельная группа, часть которой зомбировало существо с янтаря Но затем разработчики стали рассматривать их как рукотворный проект осознания, созданный для охраны центра зоны Так какой же вариант предыстории группировки можно считать самым каноничным и соответствующим итоговым игром Здесь нам поможет документ действующие лица, относящийся уже к разработке сталкер Анарщи Селл После превратившегося в сталкер Чистое Небо Группировка сталкеров, веривших, что в центре зоны находится монолит инопланетного происхождения И что он может исполнять желание Одним прекрасным днём группировка вышла в паломничество к монолиту Никто не вернулся Вся группировка подверглась зомбированию Верят, что они стали паладинами монолита и защищают его Хотя на самом деле полностью управляемы осознанием Монолит это один из способов влияния осознания на события в зоне От полностью зомбированных сталкеров отличается большей свободой воли То есть это не тупые машины для убийства Вот и всё, исчерпывающее описание группировки Ниже даже есть уточнение по поводу способа зомбирования В отличие от монолита, который может тонко воздействовать на мозг человека Зомбированные сталкеры подверглись грубому воздействию со стороны выжигателя мозгов Плюс это объясняет как же осознание смогло организовать и вооружить группировку монолит А никак, она сама себя организовала и вооружила А после была зомбирована Хотя возможно что и вооружает группировка осознания Тут можно только гадать Сами разрабы по данному вопросу никакой инфы не оставили Единственное что мы знаем точно Это то что группировка получила от осознания гаусс пушки Как мы все помним, в Зове Припяти монолитовцы начали постепенно просыпаться от влияния монолита И снова становиться обычными людьми Ещё бы, ведь в конце Тачия Меченый... Подождите, а что сделал Меченый? То есть он присоединился к осознанию? Да нет, ведь мы встречаем его в конце Зова Припяти Так он уничтожил осознание? Ну вроде тоже нет Ведь по этой концовке Тачия Зона исчезла Ну то есть нам показывают как небо проясняется Всё вокруг цветёт и пахнет, а Стрелок ложится в траву Но авторы раннего сюжета отменённого Сталкера 2 Решили что истинная именно эта концовка И по ней Стрелок Зону не уничтожал Он просто в травку прилёг В том сюжете Сталкера 2 нам никто не объяснял Что случилось со Стрелком в лаборатории осознания А монолитовцы там превратились чёрт знает кого Конечно вы все видели вот эти концепты Их автор Андрей Диденко без спору человек талантливый Но ей богу, почему монолитовцы похожи на шахидов? Почему они пришивают маски прямо к своему лицу? Почему их снаряга собрана из всякого мусора? В общем об этом всём даже рассуждать не хочется Впрочем в 2015 я вполне себе рассуждал И записал на эту тему ролик Сейчас же я боюсь, что если воскресший Сталкер 2 таки выйдет То нам снова могут ничего не объяснить про истинную концовку ТЧ А также могут забить на то, что осознание сдерживало поток ноосферы И после его уничтожения зона должна была начать расти Потому что в том же Зове Припяти Выбросы происходят гораздо чаще, чем в предыдущих частях серии Вероятно это и связано с тем, что осознание Стрелок всё-таки уничтожил И теперь всё больше энергии ноосферы выбивается наружу Не встречая преград Такие дела Надеюсь я слегонька успокоил информационный хаос Который творился в ваших головах А то на просторах сталкерского фандома В последнее время столько выжигателей Что без последствий по нему не побродишь Так что будьте аккуратны Берите с собой побольше гаек до болтов И не забывайте заряжать КПК Чтобы вовремя смотреть мои видосики На этом всё, с вами был Ванделей Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!